Ну что, последние звонки у нас проходят в три дня, как мы уже выяснили, 23-го, 24-го, 25-го, но это не все мероприятия в эти дни. Полезные мероприятия, в том числе, о которых мы прямо сейчас будем рассказывать. В эту пятницу, 24-го мая, в Челябинске пройдет 13-й городской уличный фестиваль-концерт «Глаголь Добро». Он посвящен Дню славянской письменности и культуры. О том, что ждет челябинцев и гостей города на фестивале, мы поговорим с нашими гостями. Еленой Сыркиной, организатором фестиваля «Глаголь Добро» и Игорем Шестаковым, протеереем и секретарем челябинской епархии. Доброе утро! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что это за фестиваль и для кого он проводится? Я думаю, наверное, будет правильно сказать, что 24-го мая церковь празднует память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. И у нас уже традиционно будет проходить мероприятие, связанное с этим праздником замечательным. Они у нас стартовали давно, Славянским собором, который прошел еще 16-18 мая в Челябинске. И вот теперь наш замечательный фестиваль «Глаголь Добро». А как появилась идея создания такого мероприятия? Отец Игорь уже сказал, как появилась эта идея, потому что для нас очень важно просвещение молодого населения, ребятишек. Поэтому фестиваль был, конечно, связан с празднованием наших просветителей Кирилла и Мефодия. Это праздник просвещения в первую очередь, праздник славянской культуры. Поэтому для нас очень важно именно такое семейное направление данного фестиваля. И мы приготовили в рамках этого фестиваля различные мастер-классы по каллиграфии, различные литературные викторины, творческие конкурсы, задания, различные русские традиционные народные куклы мастер-классы. У нас будет выставка народных кукол, у нас будут мастер-классы по изготовлению также традиционных игрушек. И с 11 часов у нас все это мероприятие стартует 24 числа, и можно будет принять участие в мастер-классах и посмотреть концерт очень интересный. В 13 часов у нас будет торжественное открытие мероприятия, и мы начинаем такой марафон нон-стоп. Это концерт, и он до практически позднего вечера будет продолжаться. В мастер-классе все могут принять участие? Конечно, конечно. От малого до великого возраста? Вот фестиваль уже 13-й, правильно? Как вообще с годами менялся этот фестиваль? Что нового появлялось? Да, ну очень разное у нас было. Ну очень, на самом деле, да, потому что само название глаголь «добро» — это две буквы славянской азбуки «гейды», да? И вот родилось такое название, я считаю, оно достаточно креативное. Ну вот, во всяком случае, за все время проведения фестиваля, ну, мы ни разу не повторились, скажем так. И все-таки донесли самое главное послание. Это традиционная культура, духовная культура, это культура передачи образа через слово. То есть вот о чем Елена Георгиевна сказала, о литературных каких-то вещах интересных. Да, и музыка у нас была очень разная, в том числе и неформатная. Ну вот, и, конечно, самое главное — это то, что для Челябинска этот фестиваль уже настолько традиционен, что мы без него просто не мыслим. Вот, дни празднования славянской письменности и культуры. То есть те, кто посещал это в прошлом году, явно удивятся в этом, потому что это что-то новенькое для них, да? И не разочаруются. Не разочаруются. Ну, а у нас, поскольку все-таки кульминацией дней славянской письменности будет являться крестный ход, который 26 мая пройдет по центральным улицам города Челябинска по Свердловскому проспекту, мы пойдем от храма Свято-Семеновского кафедрального собора до храма Александра Невского. Начало шествия у нас в 11.30, то вот у нас такое, получается, завершение всех праздников будет как раз общегородским крестным ходом. Мы тоже всех приглашаем. Стартуем 24 мая в 11 часов на Кировке и завершаем крестным ходом 26 мая в Свердловскому проспекту. Хорошо, спасибо вам большое, очень интересно, и мы надеемся, что жителей Челябинска как можно больше будет на этом фестивале. Мы их приглашаем. Мы их обязательно ждем всех жителей и вас в том числе. Спасибо вам. Мы напомним, что у нас в гостях была Елена Сыркина, организатор фестиваля «Глаголь добро» и Игорь Шестаков, протеерей и секретарь Челябинской епархии. Ну, отметим еще раз, что фестиваль пройдет 24 мая на пешеходной части улицы Кирова, начало в 11 часов. Дальше у нас рубрика «Любящие мамы». Узнаем, как справиться с детской ревностью. Продолжение следует...